Заполнение анкеты, регистрация личных данных. В фойе Дворца творчества детей и молодежи можно вновь увидеть медиков. Ранее они не могли приехать из-за карантина, а теперь специалистам областной станции переливания крови снова дали возможность помочь копейчанам стать донорами. 17 сентября сюда впервые на сдачу пришли подруги Дарья и Екатерина. Мне было всегда интересно попробовать вообще, что это. Я считаю, что это достаточно добрый поступок. Мне кажется, что человеку несложно отдать пару капель своей крови, но это поможет другим людям. Да, я точно согласна с тем, что людям нужна кровь, а нам не жалко чуть-чуть отдать. Девушки, как и многие доноры-новички, испытывают страх, но он, как правило, быстро отступает, когда оказываешься в руках медиков в их узнаваемом белокрасном фургоне. Там они измеряют давление, берут кровь на анализы. Сдача состоится, если вес человека будет достаточным и физические показатели в норме. Об этих условиях не один десяток лет помнит почетный донор Андрей Кривоносов. А почему вы начали сдавать кровь? Слушайте, я даже не знаю, почему. В армии началось и пошло, пошло, пошло потихоньку. А для чего вы это делаете? Все равно где-то это пригодится, наверное, кому-то моя кровь когда-нибудь. Может, даже и мне когда-то пригодится. Вы хотите помогать людям, да, таким образом? Ну да, конечно. А у вас редкая группа крови или реализовактор? Нет, у меня простая, самая вторая. А вот остальным людям вы бы рекомендовали сдавать кровь? Да, конечно, но это и для здоровья, даже сам себя потом лучше чувствуешь. Я вот уже много лет сдаю, я уже как бы не сдаешь как-то. Сдаешь даже лучше себя чувствую после сдачи. Видать, уже привычка, что ли, или что, не знаю. Сама процедура занимает не больше 10 минут, а работодатель предоставляет несколько выходных дней в году для восстановления здоровья. В следующий раз в Копейск областная станция переливания крови планирует прибыть 1 октября. График уточняется.